Сегодня мы проверяем настоящий проект моего реального студента. То видео, которое сейчас вы увидите, это перевод моего же собственного видео. Я преподаю из Канады звукорежиссуру. Я посчитал нужным не записывать его заново. Скажу честно, это видео очень ценно, не пожалеете, если посмотрите его до конца. Мое имя Эндрю Зелено, я профессиональный звукорежиссер с опытом работы более 10 лет профессионально. Последние 6 лет я преподаватель курсов по звукорежиссуре. И студенты, которые выпустили с этого курса, утверждают, что этот курс имеет преимущество над другими курсами из-за уникального подхода к преподаванию. Вы можете прочесть отзывы от всевозможных студентов на английском, сейчас на левой стороне экрана. На курсе вы получаете самую углубленную теорию со всех точек зрения, всей известной техники. И много такого, что в интернете найти просто невозможно. Курс подходит как начинающим, так и опытным. Также в этом курсе есть проверка домашних работ, что довольно необычное явление. Вы сами выбираете проекты, над которыми вы работаете, в любых жанрах. Мы их проверяем в реальном времени, поэтому вы видите именно, как принимаются решения, как я борюсь с неправильными настройками. Курс довольно доступный по стоимости. За то же количество денег вы могли бы купить какие-то средние мониторы, средний очень микрофон, 3-4 плагина. Но покупка этого оборудования не гарантирует ничего. В нашем же курсе мы сравниваем ваши проекты с лучшими миксами, сделанными такими звукорежиссерами, как Крис Лордейл, Женди Волюс, Ренди Стап и другими. И доводим ваши миксы до того же уровня. То есть вы видите прогресс на этом курсе сразу же, получая реальное умение. И вы платите помесячно, поэтому у вас нет риска потерять деньги. И также я предлагаю посетить одно пробное занятие, чтобы посмотреть, каков именно этот курс. Для этого просто пришлите мне имейл. Я вам расскажу нюансы и потом скажу, как подключиться к занятию. Я выбрал двух ребят не из США, они вдвоем из Индии. Отличные студенты, они уже выпустились с моего курса. Я надеюсь, они сделали отличную песню. Если там какие-либо ошибки, мы их исправим. Сегодня мы также сравним с референс-треком. Они работали над этим проектом вместе. Основная часть, наверное, вот эта. Неплохой звук. Подождите секунду, мы сейчас это проверим в сравнении с референсом. Сегодня мы будем соревноваться с Крисом Лордом Элджем. Многие считают, он самый лучший звукорежиссер, вероятно, всех времен. Или в списке пятерых. Сегодня мы попробуем побить Крис Лорд Элджа. Или как минимум попытаемся быть где-то близко к нему. И так это вполне возможно. Это наш оверхед трек, что я слышу на каждой дорожке. Я слышу какие-то инструменты. Я слышу какие-то скрипки в этом оверхеде. Это была живая сессия, музыканты играли вместе. Вот почему вы слышите все эти утечки. От инструмента в другой микрофон. Вот почему, наверное, у нас здесь нет рум-трека. Потому что те рум-микрофоны могли бы записать гитары и вокалы так же громко, как и барабаны. Но мы слышим натуральный рум, который проходит сквозь все треки. Давайте сравним наш трек с референс-треком. Референс-песня это Санта-Моника группы Фириоф и Дэдмен. Миксер Крис Лорд Элдж. Это один из лучших референс-треков, потому что он звучит ярко. И звучит подтянуто, чисто, но не жестко, не слишком ярко, не слишком назойливо. Используя разные мониторы. Некоторые мониторы ярче, некоторые мониторы дают вам много информации в средних частотах. Например, коробочный звук. На этой стороне у меня три монитора, здесь только один. Также у меня сабвуфер на полу. Но сейчас я не включил сабвуфер. Студенты уже отмастерили этот трек. Они поставили плагины на мастер, на мастер-шину. Мы можем это воспринимать как мастеринг. Как я вижу, это компрессия, крамер-тейп, изотопа-зон и лимитер L2 от Waves. На сегодня я часто работаю на Softube консоли 1 контроллере, как вы можете увидеть здесь. Или плагины Universal Audio. Я все еще использую Waves. Я использую FAB-фильтр. Но студенты сконцентрировались здесь на Waves и FAB-фильтре. Я выключаю плагины с мастера. И вот референс-трек уже с мастерингом. Наш трек. Санта-Моника. Санта-Моника. Наш трек. Конечно, в нашем треке мы не слышим вокал, но вы все равно слышите, как это звучит. Громкость, динамика. Вы можете слышать стереополе. Вы слышите глубину микса. У нас есть лейринг здесь, определенно. С точки зрения ошибок, я сразу же слышу... Санта-Моника звучит менее мутно. Звучит подтянутей. Несколько меньше нижней середины. У нас немного мутноватые барабаны. Бочка тоже могла бы быть чуть более подтянутой. Я вам покажу, как мы можем это исправить. Сейчас я начну исправлять этот микс, чтобы притащить его ближе к Санта-Монике. Но, честно говоря, довольно отличная работа. В то же время, давайте послушаем второй референс-трек. Миксер здесь кто-то известный. Я не знаю, кто был миксером этой песни. Студенты свели тот же трек, который свел кто-то известный. Вот как звучит известный звукорежиссер. Мои студенты... Мои студенты свели несколько лучше, вам не кажется? Наши студенты, конечно, сделали мутней барабаны. Но с точки зрения чистоты, сглаженности, округлости звука... Оно звучит лучше, оно звучит легче слушается. Звучит приятнее. Известный звукорежиссер сделал несколько жесткую верхнюю середину. Более плоская глубина микса. В миксе известного звукорежиссера я не чувствую глубину. Все звучит просто более пространственно. Все звучит просто дальше от меня, от слушателя. И стоит словно на плоской линии. Наши студенты сделали больше глубины. Что-то звучит ближе ко мне, что-то звучит дальше. Поэтому оно воспринимается как 3D. Верно, что-то дальше и что-то очень близко. Но можно было бы еще усилить это распределение. Просто представьте себе слушателя, который живет в мире ваших звуков. Круто слушать, когда что-то звучит не со стороны. Но когда вы втянуты. Вы помещены внутрь звука. Когда микс работает вокруг вас. Поэтому, с моей точки зрения, наши студенты победили этого известного звукорежиссера. Известный звукорежиссер, видимо, поставил реверберацию на все подряд. Все звучит дальше, поэтому вы так не втянуты в звук. И у вас это жесткая верхняя середина. И высокие. Рабочий барабан звучит шумно. Такие шуршащие высокие. Наши же студенты сделали мягкий, приятный. Рабочий в верхней середине. Также мне нравится контраст в их миксе. Когда вы можете отделить инструменты друг от друга, как контраст. Давайте посмотрим часть с вокалом. Санта-Моника. И референс трек, сведенный известным звукорежиссером. Мне не нравятся вот эти яркие части вокала, особенно сибилянты. Когда звук продлен реверберацией. Из-за этого комната звучит жестче и ярче. Поэтому звучит как в дешевой комнате. Как общественный туалет. Когда вся эта плитка отражает высокие. Поэтому звучит несколько более плоско. И наши студенты сделали довольно неплохо. Но все же есть много мест, где мы можем подправить. Итак, давайте начнем с бочки. Kick in. Kick out. Заметьте вот эти маленькие клики, маленькие щелчки. Кстати, не забудьте смотреть это видео в хороших наушниках или мониторах. Но заметьте эти очень тихие щелчки. Что-то не так. Это словно цифровые щелчки. Когда ваша звуковая волна обрезана. Скажем, у вас поднимается звуковая волна. И потом неожиданно это уходит вниз до бесконечности. И у вас получается 90 градусов. И поэтому звучит как цифровой щелчок. Что-то здесь не так. Почему? Давайте-ка поменяем партию. Я заметил, они пытались изолировать звук бочки от других барабанов. Микрофон на бочку все равно захватывает звуки рабочего. Они используют C1 gate. И, видимо, это и создает проблему. И в то же время я не слышу эффективности отделения. Я все еще слышу довольно громкий снейр. Почему? Я имею в виду, это все еще примерно тот же звук. Поэтому этот gate неэффективен. Это то место, где они не сделали слишком хорошо. Давайте улучшим. Покажем, как сделать лучше. Итак, первое – это щелчки. Например, это линия бесконечности. Это полная тишина. И это временная шкала. У барабанов впереди высокие частоты. Именно поэтому волна короче. Это называется транзиенты. Потом у вас основной импульс. Это тоже рассматривается как часть транзиента. Потом у вас более стабилизированный хвост. И фейдаут в конце. Так выглядит барабан. Динамические процессоры работают с порогом. Это пунктирная линия, это порог. Все, что ниже порога, будет отфильтровано. По-простому вы уничтожаете все и оставляете только части выше порога. Поэтому на моей картинке все будет удалено. И барабан будет короче, никакого шума, никаких звуков рабочего. Это означает, что у них просто слишком низкий порог. Вот почему снейр все еще проходит. Поэтому вы и слышите рабочий. Рабочий находится здесь. Но какие-то части этого рабочего, зеленого, все еще существуют. Вот поэтому вы и слышите рабочий. Поэтому гейт неэффективен. Другая проблема с гейтом. Когда у вас этот переход от тишины к звуковой волне, вам нужно хотя бы чуть-чуть атаки. Если у вас совсем нет атаки, у вас получаются вот эти щелчки. Иногда случайно удается с очень короткой атакой получить нормальный звук. В этом случае вроде бы не работает. Давайте увеличим чуть-чуть атаку и исправим это. Здесь самая короткая атака 1 сотая миллисекунды. По-другому говоря, 10 микросекунд. Увеличиваем атаку. Я понимаю, что чем короче атака, тем лучше. Я не пытаюсь ее сделать слишком длинной. Пытаюсь сделать ее короткой, но чуть-чуть сглаживания. И чтобы реально убрать рабочий, вроде как у нас нет выбора, придется поднять порог. Опять риск щелчков, поэтому увеличиваем атаку. Это конфликт интересов. Вы пытаетесь сохранить оригинальную бочку, но вы не убираете рабочий. Если вы хотите убрать рабочий, тогда вам не удается сохранить оригинальную бочку. В этом случае я бы рекомендовал поменять гейт. У меня есть видео на канале, называется «Революционная техника сведения». Я сейчас не буду объяснять всю эту технику. Но основная идея следующая. Когда у вас порог довольно высоко, вы уничтожаете все транзиенты, все эти щелкающие ударные части барабана. Что вам нужно сделать? Вам нужно управлять гейтом немного заранее. Так как у нас триггеров здесь нет, а триггер мог бы открыть гейт раньше. И поэтому вы могли бы использовать эту революционную технику или... Или другой способ гейты с look-ahead параметром. Это означает, что DAW посчитает вашу звуковую волну заранее. Ваше DAW должно содержать хорошую автоматическую компенсацию задержки. Будем использовать этот FabFilterGate. Атака немножко длинновата. Звучит нормально, как минимум я слышу только бочку. Не будем сейчас вдаваться в подробности настроек, звучит нормально. Но чтобы вернуть щелчок назад в бочку, я задействую look-ahead параметр и установлю 10 миллисекунд. К сожалению, этот плагин не дает вам больше. И для меня 10 миллисекунд может быть недостаточно. Давайте проверим, что они делают дальше. На kick-in... Даже kick-in звучит довольно коробочно. Я вижу, они тут вырезали какие-то частоты, чтобы убрать этот бубнеж. Но, честно говоря, мне кажется, они не нашли правильные частоты. Вы поднимаете частоту полностью вверх. Используем довольно узкий Q-фактор. И проезжаемся от низких частот к верхним. Что я ищу? Я ищу резонансы. Я не ищу звуки, которые мне просто не нравятся. Конечно, мне не понравится никакой из этих звуков. Потому что каждая частота будет преувеличена на 20 дБ. Я ищу что-то, что не является частью этой бочки. Когда я проезжаюсь через 60 Гц, у нас очень много бума. Но вопрос, это проблема этой бочки? Или нет? Конечно, нет. Это очевидно, что это звучит так бабахающе. Я ищу искусственные частоты. Такой комнатный призвук. В районе 130. Я пытаюсь запомнить числа. Они довольно верно нашли в чистоту коробочности. Это 640. Верный выбор. Просто неэффективный фильтр. Когда у вас Q10, вам приходится опускать эту частоту очень низко. Если я поднимаю эту частоту, конечно, это правильный выбор. Звучит как дополнительный искусственный резонанс к барабану. Я нашел примерно ту же проблему в районе 500, 550. Поэтому это не просто 640. 100 Гц ниже, чем это число, но все еще слышно эту проблему. Я буду вырезать 600. Я выберу что-то между. Но я буду использовать широкий фильтр. Потому что я хочу влиять на весь диапазон. И я просто вырезаю децибела 3. Этого может быть достаточно с широким фильтром. Вообще-то это недостаточно. В этом именно кике кажется, что стоит уже вырезать конкретно. Конечно, я хочу проверять это в миксе, потому что никто не слышит эту бочку в соло. Я работал в соло просто, чтобы понять, что именно происходит в этом конкретном барабане. Видите, это автоматически гораздо чище. Больше не звучит, как картонная коробка. Конечно, все еще это там присутствует. Как вы помните, я сказал 130 Гц. Теперь бочка звучит прозрачнее. Теперь вторая бочка. То же самое, очень коробочный звук. Вообще-то меня даже не волнуют частоты ниже, чем 70. Это часть звука бочки. Я не собираюсь возиться с этими частотами, пока я не включу сабвуфер. В этот раз это 160. Ужасно. Вырежем 160 немного. Но, честно говоря, это не то, что я ищу. Но сейчас меня интересует скорее нижняя середина и средняя середина. Иногда, когда у вас уши не натренированы еще, вы не знаете, что именно вы пытаетесь услышать. На моем курсе мы изучаем очень глубоко все эти нюансы. Одна из лучших тем на моем курсе, я называю это произведением искусства среди моих тем, это тема эквализации. У нас примерно около 20 занятий по эквализации. Мы проходим все микронюансы по эквализации. В этом видео у нас просто нет времени концентрироваться на этом. Одна из важных техник, которую я всегда учу студентов, когда вы поднимаете частоту на 20 дБ, если вы просто спускаете эту точку в нормальную позицию, это уже будет незамедлительно звучать отлично. Это уже звучит нормально. Но как вы можете понять тогда, насколько спускать эту частоту, чем когда это было с плюс 20 дБ? Вам нужно дать себе немножко времени. Вам нужно послушать весь микс без эквалайзера, и потом уже с чистой перспективой, с чистым взглядом, вы уже решаете, насколько нужно вырезать. Санта-Моника все равно более подтянуто звучит. В нашем же миксе слишком много низа в бочке. Не забывайте, когда вы работаете над индивидуальными дорожками, вы слышите все звуки вместе. Треки могут содержать какие-то проблемы фазы, или вот здесь студенты используют SSL Channel Strip, и они могли бы поднять неправильные частоты, они используют компрессор, тоже мог бы быть настроен неправильно. Прежде всего, я хочу проверить, уничтожают ли эти два трека друг друга. Честно говоря, не слушайте меня сейчас, я не буду объяснять, как именно. Считать фазу, я просто посчитаю. Вы должны понимать, что в целях этого видео нет покрытия всех микронюансов, это просто невозможно теоретически из-за времени. Видео могло бы быть 3 часа или больше. И мне хотелось бы сделать такое видео минут 30. Или 40 минут. Да, они не в фазе. После того, как я выровню эти две бочки, они будут более панчевые, более твердые и сфокусированные. Кик-аут звучал слишком поздно. Звуки в противофазе означают, волна первого трека идет вверх, и волна второго трека идет вниз. И если эти два трека стоят в той же позиции панорамы, а эти треки стоят в центре, они начинают уничтожать друг друга. И у вас будет более размазанный, сломанный. Я скорректировал фазу второго трека. На моем курсе у нас есть тема фазы. С огромным количеством советов и моими собственными разработками. Для тех из вас, кто собирается посещать мой курс, это будет одна из самых уникальных тем, потому что в интернете нету подобных техник. Что я решил сделать сейчас, я решил все-таки не выравнивать фазу в этом треке по одной причине. Я заметил, когда я выравниваю это правильно, я заметил, что мне приходится перенастроить все настройки, которые студенты сделали. Это не честно. Но они свели это по-другому, поэтому мне приходится оставаться в том ключе, в каком они это делали. Мне нельзя переделывать это с самого начала. Иначе как они могут понять свои ошибки, если я просто возьму и переделаю все заново? Но я вам покажу, что я имею в виду. В Cubase вот здесь внизу у вас есть такой значок часов. Сейчас у нас 0 и 0. Обратите внимание, как бочка не звучит жирно. Она уже звучит как отфильтрованная, потому что мы потеряли низкие частоты. Каждый раз, когда вы слышите бочку, звучит более подтянуто. Это словно как бы фильтрация низа. Если я выставлю 2,5 миллисекунды дилей для второго трека, для кикаута, неожиданно вы слышите намного больше баса. Вот как этот второй кик должен быть настроен. Иначе вы комбинируете две формы волны, одна идет вверх, другая вниз. Я не вычитаю друг друга. После того, как я выровнял, наконец, время для второго трека, наконец-то у них появляется этот бас. Потому что я посчитал корреляцию между двумя волнами. И потом я понял, сколько мне нужно, и как я должен это настроить. Но я буду использовать 0, потому что я хочу видеть, какие они применяли настройки на базе того, как они это слышали без коррекции фазы. Звучит немножко неопределенно. Они прежде всего увеличили здесь 80 Гц. А это бас-гитары. Как они отфильтровали бас-гитары? Они вырезают 80 Гц. Давайте посчитаем эту бочку без эквалайзера. Выключим все плагины и посмотрим частотку этой бочки, которая скомбинирована из двух. Вы можете использовать любой частотный измеритель, который вам нравится. Я попробую изотопозон. Я замедляю измерение. Я проверяю, где фундаментальный тон этой бочки. Как вы можете заметить, это вот эта точка. Я ставлю индикатор мышки вот сюда, и тут внизу. Я могу видеть значение. Это 58 Гц. Поэтому студенты не нашли правильную частоту. Для этого подъема низа. Они поднимают вот этот регион, где бас-гитара вообще-то имеет фундаментальный тон. Сейчас я играю бас-гитару. И бас-гитара имеет этот пик в районе 80. Это фундаментальный тон. Но студенты поднимают эту же самую частоту на бочке. Это и есть причина, почему бас и бочка конфликтуют друг с другом. Мы не должны поднимать 80 на бочке. Давайте поменяем. Я подниму лучше 60-56 Гц. Или 60 на базе наших измерений. У вас в данном случае лучший контраст между бочком и басом. Вроде бы, как мы начинаем чувствовать эту бочку. Перед этим это было словно под ковром. Перед этим это звучало как-то забито. Следующая проблема. Этот кик не имеет достаточно панча. Как вы видите, они пытаются поднимать 5 кГц. Но они поднимают совсем чуть-чуть. И из-за этого вы не чувствуете прорезаемый эффект. До 8 дБ, как вы видите, где действительно начинает звучать четче. Но, честно говоря, все равно не прорезает. Мы можем видеть, они используют здесь лимитер. Наверное, основная причина, зачем они используют лимитер. Наверное, чтобы не давить мастер-плагины слишком сильно. Они приглаживают максимальные пики у бочки. Что вам стоило бы знать о L2 лимитере? L2 лимитер не сохраняет панч. Это очень хороший, толстый по звуку лимитер. Но если вы хотите сохранить панч, это точно не этот лимитер. Поэтому кик вообще звучит лучше без этого лимитера. Вы знаете, я слышу вот это П. Но с лимитером это просто как Э. Э. Понимаете? Не имеет вот этих твердых средних. Слишком мягко. Поэтому я избавляюсь от L2. Следующее, чтобы я попробовал бы с этой бочкой, я бы попробовал найти правильную частоту. Как я это делаю? Я делаю сравнение AB. Вместо 5 я пробую 3. Поэтому я делаю 5 против 3 кГц. Это 5. Я делаю это в миксе. Потому что, честно говоря, в соло этот кик четкий, хоть так, хоть так. Но в миксе нет. Поэтому какой смысл проверять это в соло? Честно говоря, для меня все равно звучит неправильно. Мне кажется, просто недостаточно панча. Здесь вы можете иметь несколько комбинаций. С эквалайзером это всегда вот следующим образом. Если у вас есть подъем низа и подъем верха, вот этот подъем верха никогда не будет ощущаться как реально подъем верха. Потому что вы также компенсируете это подъемом снизу. Поэтому я думаю, может, это немножко многовато 4 дБ. Поэтому я поднимаю басы немного меньше. Скажем, 2 дБ всего. Это позволяет мне услышать больше верхней середины. Я поднимаю немножко больше верха, чтобы сделать звук немного более присутствующим, немного более открытым. Кажется, вроде правильная идея, но, честно говоря, вы никогда не поймете до конца, как правильно это нужно настроить, пока вы не возьмете перерыв, пока вы не закончите все другие инструменты. Потом вам нужно посетить старые звуки еще раз, настройки, и это называется файн-тюнинг. Файн-тюнинг, если вы этого не знали, это ключ к хорошему миксу. Просто представьте, вы начинаете сводить микс, все треки мутные, темные, неопределенные, нечеткие, нет контраста, и вы начинаете обрабатывать бочку. Вы находите какие-то настройки, но все еще звучит мутно, потому что все остальные инструменты мутные. Поэтому вы не можете знать наперед, это последние настройки на этой бочке или нет. Поэтому вам не стоит сидеть на бочке слишком долго. Вам нужно идти вперед, и потом вы сможете перепосетить какие-то неправильные настройки. Я слышу много мутности в рабочем барабане, поэтому я хочу перепрыгнуть туда. Я чувствую, что что-то не позволяет мне идти вперед. Что-то слишком приглаживает следующий транзиент, каждого удара бочки. Может, это мастер-бас компрессор. Они используют SSL 4000 мастер-бас компрессор, и они используют слишком длинный релиз, секунда и 200 миллисекунд. Вы должны понимать, как длинный релиз в компрессорах работает. Давайте я вам покажу. Скажем, форма волны финальной песни. Это как первая часть. Эта часть содержит бочку, ноту баса, вокальную ноту, хай-хэт, потом следующая часть, и следующая часть. То есть каждая часть — это комбинация каких-то звуков. И у вас тоже есть какие-то более панчевые части в начале, и потом хвосты в конце. Потом вы устанавливаете порог, и компрессор начинает компрессировать все. Основная цель SSL Master Bass компрессора — это как бы склеивание микса. Это не насчет того, чтобы менять реально вашу динамику. Это просто, чтобы склеить все вместе. Когда, например, вокал не выпрыгивает из микса, когда словно все инструменты работают вместе. Многие люди часто преследуют такую цель. Они бегают за профессиональными звукорежиссерами и говорят, «О боже, какие настройки вы здесь используете?» Как вы настраиваете эквалайзер? Как вы настраиваете компрессор? Это нереальная звукорежиссура. Настоящее сведение, настоящая звукорежиссура — это просто понимание всех молекул звука и процесса, понимание техник и философии, и подходы. И потом в сведении вы можете получить реально топ звучащий микс только, когда вы учитываете нюансы. Вы говорите, «Хорошо, что насчет моего транзиента?» «Как много верхней середины у меня уже есть?» И только потом вы решаете, как много поднять ее, или вырезать, или вообще вы ее не трогаете. Если вы просто копируете чьи-то настройки, и потом вы применяете эти вроде бы как вырисовывающие инструменты на ваших абсолютно по-другому звучащих инструментах, сравнивая с тем проектом, где тот звукорежиссер создал те пресеты, у вас будет абсолютно ужасная комбинация. Как вот здесь, например, допустим, у нас слишком много баса в бочке. Реально нужно поднять верхнюю середину. Но кто-то вам говорит, «Мой любимый подход, мне нравится поднимать басы с помощью пуллтек-эквалайзера на 5 дБ». Вы думаете, жирный пуллтек-эквалайзер будет звучать хорошо на этой очень жирной, толстой, мутной бочке? Абсолютно нет. Вот почему вам нужно изучать фундаментальную часть. Каждый болтик. Вам нельзя думать просто пресетами. И это именно то самое, что мы делаем на нашем курсе. Мы идем очень глубоко в каждую деталь, в каждый нюанс. Итак, какова проблема с длинным релизом? Это словно как погружающаяся подводная лодка. Как много они компрессируют? Давайте посмотрим. Как вы можете заметить, они компрессируют на 2 дБ. Конечно, это не будет ужасно в этом случае. 2 дБ прощает ошибки. Но все же подводная лодка подгружается на 2 дБ вниз. Может, 2 дБ это не очень много на индивидуальной дорожке. Но на мастере 2 дБ играет большое значение. Потом этот компрессор пытается перестать работать. Было бы хорошо перед следующей частью, было бы хорошо остановиться. Или иметь совсем чуть-чуть компрессии. В течение первой части. Потому что вторая часть, которая вот эта, у нее тоже будет вот этот изначальный транзиент. Что является панчем бочки или рабочего. И студенты установили 1,2 секунды. Понимаете, это слишком долго. Это означает, что ваш компрессор будет полировать следующую часть. Вместо того, чтобы позволять транзиенту пройти и потом только сжимать все остальное. Это изображение короткого релиза. Компрессор таким образом работает над каждой частью в отдельности. Но если вы полируете следующую часть, может, у вас чуть-чуть релиз длиннее, и вы все еще трогаете следующую часть. Сколько децибел вы здесь компрессируете? Это может быть 0,5. Но студенты используют секунду и еще 200 миллисекунд. Это означает, что ваша подводная лодка почти никогда не пытается всплывать. Это словно все время на глубине, и потом следующая часть, следующая часть. Компрессор работает все время. И это звучит мутно. Это не звучит живо, не звучит открыто. Я установлю релиз несколько короче. 600, 300. Давайте сравним. Заметьте, насколько рабочий барабан четче. С автоматическим релизом. Он более дышащий, более открытый. Музыка не звучит как «бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ». Это звучит более как «бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ». Идет вверх-вниз. Есть определенное чувство, как бы грув, более интересно слушать, вдохновляюще. У нас на курсе есть тема динамики, одна из самых лучших тем. И она будет довольно близко к началу курса. Я на самом деле сейчас чувствую себя, словно не совсем возможно действительно показать глубину всего этого знания, всех этих вещей, которые мы изучаем. Что я вам могу показать в этом одном коротком видео? Довольно ничего. Давайте сравним несколько частей, где у нас есть вокал. Потому что мастер-бас компрессор не так важен, если это инструментальный трек. Мастер-бас компрессор прежде всего важен, если есть вокал. Потому что вокал часто выпрыгивает из микса. Это 1,2 секунды. Единственная проблема со сменой этих настроек, вы не должны делать этого в конце сведения. Когда у нас 1,2, у нас вокал тише. Когда я меняю в автоматическую атаку, вокал неожиданно становится громче. Плюс у нас недостаточно компрессии. Когда у нас 1,2, у нас стрелка прыгает до 1,5-2 дБ. Когда автоматический релиз, стрелка почти не двигается. Поэтому у нас нет достаточного количества компрессии. Поэтому мне нужно постоянно менять порог. И неожиданно у нас абсолютно другое звучание. Поэтому мне нужно менять порог, трешилд. Потому что это нечестно сравнивать один вариант с компрессией в 2 дБ, против другого варианта с компрессией в пол дБ. В итоге это могло бы быть решением, что вам нравится больше, компрессия на пол дБ, либо на 2 дБ, а не сравнение двух настроек релиза. Первый способ в этом проекте не трогать их мастер-бас компрессор. И из-за того, что компрессор теперь работает по-другому, у вас теперь все равно другой баланс. Теперь, получается, мне нужно перебалансировать весь микс, сделать вокал тише. Поэтому, чтобы сделать это быстрее, я просто даю вам этот совет. Попробуйте просто никогда не использовать 1,2 секунды. Особенно, если ваша песня довольно быстрая. Но сейчас, именно для цели этого видео, я не буду трогать их мастер-бас компрессор. Они используют стерео-имиджер, мультиполосный, чтобы сделать верхнюю середину и высокие немного шире. Если вы делаете это для высоких, это нормальная идея. Если вы бы расширили низкие, вы бы могли получить фазовые проблемы, гораздо более заметными. Когда у вас, например, сабвуфер, и вы смешиваете все слева и справа в моно, с сабвуфером это может быть проблема. Если у вас есть какое-либо стереополе в низких. Вообще-то, я не очень большой фанат использования мультиполосного расширения на мастере. Мы используем, это эмуляция пленки. Этот плагин, вообще-то, часть мутности. Кажется, это хорошая идея использовать пленку, потому что это склеивает все вместе еще больше, плюс еще более такое сглаженное ощущение, особенно для жестких-высоких. Просто, чтобы быть абсолютно честным, вы можете применять любую логику. Но когда вы сравниваете с референс-треком... Заметьте, Санта-Моника не звучит так мутно. Намного более подтянутый низ. В нашем же миксе у нас больше бу-бу-бу... То есть, более жирный низ. Здесь я должен остановиться и дать вам очень важный совет. Когда вы слушаете, вот используя именно ваши сейчас вот мониторы или наушники, вы можете сказать, «Мне нравится этот микс больше, чем Санта-Моника». В тех наушниках это может звучать просто лучше, потому что звучит толще. Но не будьте обманутыми. Раньше, например, я работал на довольно ярких мониторах. И я всегда пытался сделать все немного более толстым. Мне нравился более жирный, глубокий звук. Я поднимал низкие. В какой-то момент мне нравится мое сведение больше, чем референс-трек. Но когда я беру эти две песни в любую другую студию, где у них абсолютно другие мониторы, или в машину с каким-нибудь сабвуфером, мы играем эти два трека вместе, и неожиданный референс-трек звучит нормально, а мой микс звучит слишком бабахающе, слишком гудяще, мутно. Поэтому здесь имеет значение мониторинг. Вот почему нам нужны референс-треки. Это и причина, почему мы не должны здесь говорить, «О боже, нам нравится наш микс больше». Мы должны сказать, «Подождите, мой трек, возможно, мутней». Кто знает, может, на моих мониторах это прекрасно, потому что это звучит мягче, толще. Но что если мой слушатель использует какие-нибудь более темно звучащие наушники, более толстые по звуку мониторы? В таком случае ваш трек проиграет в битве с этим референс-треком. Поэтому мы должны убрать эту низкую середину в нашем миксе. И это и есть причина, почему я говорю, «Этот плагин с пленкой не работает». Без этого плагина звучит ближе к референс-треку, прозрачней. Я бы попробовал использовать мастер-эквалайзер. Я хочу получить оба хороших результата вместе. Я хочу подтяжку и чистоту. Но, с другой стороны, мне нравится, как эта пленка звучит. Я бы поставил туда какой-то эквалайзер с линейной фазой. Это как бы я сделал мастеринг. Это рабочий. Они работают здесь над резонансами комнаты. Может, это верно. Но я все еще сомневаюсь, что вам нужно вырезать такие частоты, как 1200. Это аспект прорезания сквозь микс. Более кусачий, более прорезающий. Что нам нравится? Потому что в Санта-Монике рабочий очень чистый, очень прорезающий. Я отменяю это движение. Потом я перехожу на шейпинг-эквалайзер. Здесь мы используем два эквалайзера. Один хирургический для удаления проблем, и второй шейпинговый, чтобы выдать форму звука. Здесь мы используем SSL-компрессор. У меня на канале есть видео про SSL-компрессоры. Также там есть видео, где такая же часть присутствует. В названии этого видео есть VU-метр. Если вы это видите, посмотрите. Я объясню вот эти канальные компрессоры. Я советовал бы переключить гейт в быструю атаку. Я, конечно, понимаю, в этом случае гейт не работает. Но не будьте одураченными. Это аналоговая эмуляция. Иногда даже какая-то микронастройка на этом может изменить ваш звук. Это важно не съесть этот изначальный панч вашего рабочего. Поставьте быструю атаку на гейте. Потому что если каким-либо образом этот гейт будет задействован, длинная атака будет уничтожать ваш панч. Вторая вещь. Вы используете 400 миллисекунд. Поэтому и звучит темно. Посмотрите, как 400 звучит темнее. Видите, 100 миллисекунд более открыто, более ярко. С большим присутствием. Будем использовать 100. Я также сомневаюсь, что нам нужно поднять 200 Гц на 6,5 дБ. Кажется, что слишком много. Рабочий звучит слишком толсто. Я буду использовать, наверное, 3 дБ вместо 6. И посмотрите теперь, как рабочий не звучит слишком бабахающе. Единственная вещь, он звучит тише. Когда вы не поднимаете какую-то частоту на такое большое значение. Больше. Сразу же инструмент теряет общую громкость. Поэтому вам нужно компенсировать с помощью фейдера. Или с output фейдером на плагине. Но, честно говоря, я не чувствую все равно, что барабан звучит менее мутно. Там точно есть какой-то еще элемент, который создает эту мутность. И, конечно же, это микрофон том барабана. Опять же, это 1176 компрессор. Заметьте, как том звучит гораздо более открытым, присутствующим и чище, когда мы используем самый короткий релиз, который 50 миллисекунд. Это все равно не слишком коротко. Давайте используем тогда самый короткий релиз. Попробуйте изолировать звук тома. И потом рассматривайте тот факт, что том звучит как бы темнее с этим релизом, но ярче, более открытый и более присутствующий с коротким релизом. Намного более присутствующий. Не уверен, что именно вы слышите, но для меня здесь, с моими мониторами, на базе моего опыта, для меня звучит как день и ночь. Что мне не нравится, в их томе этот подъем 140 Гц. Представьте себе, что большинство маленьких комнат, небольших спален, где люди могли бы слушать вашу музыку, там много стоящих волн. И все эти резонансы между частотами 100 Гц и 200 Гц. Поэтому вам нужно думать дважды, прежде чем поднимать какие-либо частоты в этом диапазоне. Поэтому по умолчанию я просто ни в коем случае не буду поднимать эти частоты. Заметьте, как незамедлительно наши барабаны открылись. Они больше не звучат как б-б-б-б-б-б. Конечно, это не финальная версия. Нужно больше файн-тюнинга, найти правильный баланс. Также я чувствую, что эти барабаны звучат несколько под водой, потому что они не подняли правильные частоты. Они подняли 1 кГц. Барабан звучит как будто бы под водой из-за этого. Если я поменяю частоту... Чувствуется, что если вы поднимаете 4 кГц или 5, звучит даже более открыто. Я буду держать себя подальше от 5 кГц, потому что я заметил, когда я поднимаю 5 кГц, у нас появляются все эти шумные хай-хеты, потому что вот эта наклонная кривая фильтра трогает слишком многовато частот, типа 7-8 кГц. Поэтому чем ниже частота, тем меньше я трогаю высокие. Да, моя настройка будет 3,7 кГц. Но в то же самое время мы сделали одну важную вещь. Барабаны не стали звучать тоньше или меньше. Или слишком ярко, или слишком шумно. Как этот референс трек. Звучит как... В его случае звук слишком сыпется. Намного больше шума. Мы оставили барабаны примерно так же, как сделали студенты. Мне довольно нравится, как они их сделали. Они оставили вот эту мягкость барабанов. Мы просто сделали менее мутно, меньше бума в звуке. Мы избавились от картонной коробки. 150 герц. Ужас. Вырезаем. Помните, студенты подняли эту частоту. Вы слышите этот гудящий шум? Это даже не часть тома. Это то, как комната резонирует. Это звучит как... Это не то, как том звучит. Это такой испуганный том. Типа... Поэтому, конечно же, 185 должны быть вырезаны. Заметьте этот маленький коробочный звук в районе 330. Ужасно. Вырезаем. Некоторые звукорежиссеры вообще не вырезают. Некоторые звукорежиссеры просто увеличивают больше высоких, чтобы перенести баланс как бы по направлению к верхним. Вы можете делать так же, но я здесь предпочитаю найти чистоту. Вообще-то, обычно я противник. Я противник этих маленьких вырезов. Но для именно этого ужасного-ужасного, очень-очень-очень мутного, тома, у меня нет выбора. Рабочит все еще звучит немного мутно. Я хочу сделать его чистым. Дайте-ка мне переделать бочку полностью. Я как-то ее не чувствую. Я не буду использовать никакой плагин сатурации. Когда эти плагины основаны на аналоговой шине, это словно вы превосходите 0 dBVU, и вы получаете как бы больше сатурации. Но также вы получаете натуральную компрессию. Таким образом вы сглаживаете ваш транзиент, и барабан теряет панч. Мне кажется, что эта бочка нуждается не в сглаживании, а наоборот, в прорезании. Также студенты использовали 1.7.6. На этой бочке он просто не работает. Я избавляюсь от него. Я буду использовать SoftTube Console 1 контроллер. Это типа как Waves SSL Channel Strip, но вообще-то с другим звуком. Не думайте, что все плагины звучат одинаково. Компания заявляет, что правильный хедрум был бы в районе Drive 5. Но люди забывают, это всегда основывается на хедруме. Поэтому зависит от того, насколько громкая наша волна. Мне кажется, эта бочка может быть слишком мутная. Мутная. Что именно происходит на настоящей консоли? Когда вы превосходите аналоговый ноль, вы получаете больше сатурации, более компрессированный сигнал. Вы теряете этот панчевый, прорезающий, кусачий удар барабана. Нам нужно сделать по-другому. Нам нужно усилить этот панч. Поэтому я уменьшаю Drive. Я хочу намного более яркий верхний край. Какой смысл поднимать верха? Они же шумные. Может, нам это не нужно? Основная проблема, именно в этом кике у нас нет присутствия у бочки. Правила физики. На базе физики мы знаем, чем больше высоких, тем ближе звук. И когда кик ближе, значит, он может быть более выделенным в миксе. Ближе. А спросите себя, если ваш друг стоит рядом с вами. Вы слышите высокие частоты? Конечно. Но если ваш друг будет кричать на вас с расстояния 100 метров, вы будете слышать все эти высокие сибиллианты, шум? Шум голоса? Нет. Это то, как мы уже привыкли в нашей жизни воспринимать дистанцию. Вы живете на этой планете множество лет. И вы уже принимаете тот факт, чем меньше высоких, тем дальше звук. Но сегодня у нас просто нет времени на это. Поэтому я просто использую транзиент мастер. Я усиливаю панч. Слишком много низкой середины. Попробую найти эту коробочность. У нас точно есть этот бубнеж в районе 200. Тут участвует теория зеркальных частот. Мы изучаем их в курсе. Я вам открою всего одну часть этой теории. Когда вы поднимаете вверх и высокую середину. Я сделал бочку явно более заметной, так? Она более заметна. Но кик также должен отвечать за придание глубины миксу. Но кик этого не делает. Сейчас он звучит как маленький щелчок. Давайте привнесем немножко больше низа. Мы уже раньше замеряли бочку. Это 56 Гц фундаментального тона. Я использую именно эту частоту. Если вы используете шельф фильтры, у вас обычно больше, глубже, красивее низ. Но когда у вас такой толстый микс, когда вам хочется подтянуть звук, иногда лучше поднять эту частоту с белл фильтром. Как именно я буду решать насчет этого? Я буду использовать сабвуфер. Мой третий монитор, который соединен сабвуфером. Я предпочитаю эту комбинацию. Я начинаю всегда с референс трека. Я хочу дать самому идею хорошего количества баса. И теперь я послушал наш трек, и он вообще-то звучит очень бубнит. Барабаны должны быть более подтянутыми. Слишком бубнячие. Типа как бэээ. Поэтому я буду использовать белл фильтр. Даже один децибел больше-меньше. И сабвуфером это может ощущаться как очень большая разница. Но не забывайте, студенты не выровняли фазу. С выравниванием фазы у вас могло бы звучать все четче, тверже. Потом вы могли бы мы даже сфильтровать какую-то долю баса. Но мне даже и здесь кажется, что потребуется немного лоукат-фильтр. Возможно, это будет 30 Гц. Комбинация среза низа и подъема соседнего низа. И это позволяет мне теперь приподнять низ чуть-чуть больше. Видите, даже в этой расслабленной части песни все звучит гораздо лучше. Бочка звучит более подтянутая, более заметно. Но потом я вспоминаю о нашем мастер-бас компрессоре, где у нас на релизе секунда и 200 миллисекунд. Тогда я понимаю, что с более коротким релизом мы могли бы получить более чистый и даже более открытый. И тверже удар в барабан. Поэтому не забывайте, что мастер-бас компрессор может как улучшить ваш микс, так и уничтожить ваш микс. Представьте себе, каждый класс проверкой домашних работ у нас проверяется от 4 до 6 до 7 домашних работ, которые разбираются детально. Каждый микс имеет нюансы. Поэтому вы видите не только в ваш проект, но также миксы от студентов в вашей группе. И это просто потрясающе, потому что это дает вам 4, 5, 6 раз больше примеров и нюансов. Больше опыта, больше идей и ситуаций. Не просто какая-то случайная ситуация вашего микса. Поэтому это прекрасно, что мы работаем именно в небольших группах. Курс длится 9 месяцев. И во время каждой проверки домашних работ что-то новое возникает. Мы работаем в любых жанрах. Вы сами выбираете жанр, который вы предпочитаете. Посмотрим бас. Тут у нас два трека баса. Они решили создать кроссовер. Это тоже мы изучаем на курсе. Они забыли только одну важную вещь. У них есть всего один бас. Они копируют этот бас на вторую дорожку. Студенты забыли использовать тот же самый ордер обрезного фильтра. Они используют 12 дБ на октаву. А здесь 6 дБ на октаву. В таком случае у вас будет смещение фазы. Проверяя этот микс саввуфером, я неожиданно понимаю, что у этого баса нету хороших теплых гармоник. В Санта Монике у нас есть этот низ. В басе так же, как и в бочке. Поэтому бас дает просто иллюзию, что он звучит очень глубоко и тепло. Поэтому я применю так называемый низкочастотный энхансер. Я сбросил громкость бочки чуть-чуть. Потому что саввуфером звучит слишком контрастно. Я сократил длину хвоста в бочке чуть-чуть. И просто сделал чуть тише. Я бы сказал, что гитары на краю резкости. Они кусаются. Я вообще-то не поднимал бы 3000 Гц на этой гитаре. Так сильно. Хотя бы на 1 дБ нужно сделать тише. Конечно, важна модель эквалайзера. Я бы не использовал здесь бы фаб-фильтр. Я бы выбрал какой-то более гладко звучащий эквалайзер. Посмотрите, что студенты решили здесь сделать. Это потрясающе. Они решили попробовать очень короткую атаку на гитаре. Вы играете какую-то ноту и... И она стреляет. Но с очень короткой атакой на компрессоре вы просто сглаживаете сам транзиент. То есть переход от ноты к ноте. С этой очень-очень яркой гитарой это действительно срабатывает. Отличная идея. Итак, еще раз. Вот отзывы от моих студентов прошлого года. Здесь у нас есть Пол из Австралии. Ребята из США. Британии. Студент, который выпустился с Беркли. И он думает, что мой курс лучше, чем, наверное, лучший звукорежиссерский университет в мире. Но цена моего курса в 10-20 раз дешевле. Просто мнение человека. Вот так. Вот так. И вот так. Ребята, домашки которых мы проверили в этом списке здесь. Рам из Индии. И Мандип Эка. Учитывая, как много времени мы потратили на это видео, мы не можем продолжать. В этом же проекте я сконцентрировался на самых главных проблемах, и это оказались барабаны. Отправьте мне имейл, если вы заинтересованы в курсе. И не забывайте, я могу проверять ваши различные домашние работы. И множество-множество работ от других студентов в вашей группе. В течение одного из самых полных курсов в интернете по звукозаписи, саунд-дизайну, написанию музыки, пост-продакшену, тюнингу вокала, сведению и мастерингу и всех остальных частей звукорежиссуры. Довольно доступные, вы платите помесячно. Студенты считают, что самая великолепная теория, которую можно найти в интернете. Но, скорее всего, еще более важная часть – это проверка домашек. Главное, что вы увидите ваш собственный прогресс. До встречи всем. Хороших миксов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok